Приветствую всех любителей подводной охоты и в этом видео обзоре мы поговорим о новой модели гидрокостюма BUSHAT под названием BUSHAT ESPADON EQUIP это новая версия старого гидрокостюма BUSHAT EQUIP но с определенными изменениями про него очень много написано всякого маркетингового текста но я вам вкратце расскажу что вот конкретно, то что душу цепляет подводному охотнику изменилось на мой взгляд, самое главное, что изменилось в этом костюме это его крой он был менее анатомическим стал более анатомическим ну вот рассмотрим старую куртку гидрокостюма BUSHAT EQUIP и сравним вот у нас рука старого гидрокостюма мы видим, что она идет просто ровная и все без всяких заужений манжет либо каких-то изгибов перегибов для человека это неестественное состояние и когда наши локти они постоянно согнуты соответственно в естественном нашем состоянии расслабленном этот костюм будет создавать напряжение наших мышц анатомический крой в новом гидрокостюме BUSHAT ESPADON EQUIP будет максимально держать наше тело в природном состоянии и соответственно мы будем очень хорошо расслаблены и концентрироваться концентрировать наш кислород и наше внимание на поиск рыбы вот мы видим наш рукав он изогнут также мы видим что у нас добавлена специальная защита от механических повреждений вот такое напыление налет оно конечно не такое крупное как Armatex но все же он лучше чем в старой версии BUSHAT MONDIAL EQUIP что сказать еще по анатомическому крою производитель заявляет что куртка состоит примерно из 21-22 кусочков в икры штаны состоят из 12-14 кусочков еще одно преимущество анатомического кроя то что такого кроя костюм он будет очень хорошо облегать наше тело соответственно лучше сядет вода будет меньше затекать и вариант переохлаждения будет сведен к минимуму вот мы видим ESPADON EQUIP ну что прежде чем смотреть штаны посмотрим внутри какие у нас шовчики насколько они мягенькие вывернем его по сравнению со старым EQUIP ESPADON EQUIP немного эластичнее неопрен хотя я держу новый костюм а этому костюму где-то полгода может он немножко задубел но в общем все равно ощущение что костюм мягче теперь посмотрим швы сейчас наведем фокус мы видим что шовчик не выступает соответственно он не будет нам натирать или резать нашу кожу вот так плоский шов конечно минимальное у него есть трение вот сейчас я потираю немного неприятно но идеала не существует и как для бушата это очень хороший показатель в принципе с курткой все здесь есть еще всякого рода модные штучки будь то знак бушат будь то пять звезд как в коньяке что они делают костюм в 1934 года но для нас это не так важно края костюма про оверлочены это важно потому что не во всех девятках делается этот оверлок он нам дает то что неоприн никогда не отслоится от нейлона но в то же время многие люди жалуются что он немножко натирает две стандартные клипсы упор для заряжания арбалета опять же сделан напылением не арматексом я арбалетом не пользуюсь поэтому для меня эта функция особо и не нужна но кто пользуется арбалетом знает что особо но его не спасет при упоре если вы натягиваете серьезные тяги должен быть компрессионный неоприн плотный здесь шлем также про оверлочен вот мы видим его как для меня изменения хорошие однозначно этот костюм намного лучше чем старый эквип но не предел мечтаний профессионального подводного охотника далее рассмотрим штаны опять же обращаю ваше внимание сразу на анатомический крой ног вот мы видим как у нас идет нога в старом эквипе сейчас подвинем 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 в старом эквипе у нас менее анатомический крой вот идет ровный костюм напыление Здесь у нас шло напыление замша Здесь у нас идет напыление более плотное даже чем на локтях Которое защитит нас от механических повреждений Шовчики точно такие же, как и на куртке По большому счету говорить о штанах больше нечего В груди у нас неопрен не про-оверлочен А сделан специальной вот такой нейлоновой обтюрацией Назовем ее так Которая будет меньше натирать, чем допустим вот такой оверлок ниточный На этом все Костюмы доступны в нашем магазине Катранган Размерный ряд костюмов сохранился тот же Еще раз выводы Костюм стал значительно лучше Потому что появился анатомический крой Который не будет сковывать наше движение И будет лучше облегать наше тело Соответственно вода будет меньше затекать И второе, появились все-таки какие-то маломальские Маломальская механическая защита коленей и локтей Что несомненно для наших условий украинской охоты Где мы охотимся в корчах, в корягах А не в толще воды, в море, как обычно Несомненный плюс Всего доброго и до новых обзоров В нашем магазине Катранган Продолжение следует... Продолжение следует...